Кем стать? Поваром, парикмахером, трактористом, а может быть машинистом локомотива? Выбор большой. А для того, чтобы облегчить этот выбор, колледж Московия провел день открытых дверей. Ребята удивляли художественной шинковкой овощей, экипировкой сварщика, деталями от тяжелой техники, а также виртуозным вождением трактора. Именно на базе Видновского профессионального колледжа был создан колледж Московия, который уже потом в дальнейшем в себя включил профессиональные образовательные учреждения, в том числе и колледжи, и техникум, и четырех муниципальных образований, близлежащих Московской области. И сегодня колледж Московия, он один из крупных Московской области. Организаторы встречи решили ознакомить школьников со специальностями, которые можно получить в профориентированном учебном заведении. Основные специальности это сервис на транспорте, организация перевозок управления на транспорте, технологии продукции общественного питания, машинист локомотива, технической эксплуатации электрического и электромеханического оборудования и многие-многие другие. Колледж сотрудничает с рядом ведущих предприятий, в том числе и Московским коксогазовым заводом, а также аэропортом Домодедова, что позволяет выпускникам не волноваться о возможности трудоустройства. День открытых дверей включал в себя не только выставку, но и концерт, где учащиеся колледжи выступали с самодеятельными номерами для будущих абитуриентов. Некоторые школьники уже сейчас выразили твердое желание поступать именно в это учебное заведение. Очень понравилось. А что больше всего запомнил? Ну, коллектив хорошие люди. А планируешь поступать потом в колледж Московья? Планирую. По-моему, очень достойное место. Я буду поступать в колледж Московья на повара. Я планирую поступать на сварщика, так как мне эта профессия не сильно нравится. И я думаю, в дальнейшем добьюсь хороших результатов. Я планирую поступать на сервис на воздушном транспорте. Мне дали такую газетку, я обязательно ее почитаю. В общем, приходите в колледж Московья. Екатерина Чернышева, Александр Шишов, Павел Агнатьев, Видное ТВ.